А сейчас я позову на трибуну Юрия Ивановича Холодного, доктора юридических наук, кандидат психологических наук, профессора МГТУ имени Баумана, который должен рассказать, что в конце 20 века в России был определен опыт изучения аномальных явлений. Хотя он мне это и просил не говорить, не могу не удержаться. Пожалуйста. Вот о чем. Это тот самый Юрий Иванович Холодный, который в 70-х, в 90-х годах публиковал в нашей советской литературе, в газетах очень редкие, но очень грамотные статьи против летающих тарелок. Почему? Потому что Юрий Иванович долгие-долгие годы был ведущим научным работником, специалистом Института криминалистики КГБ. Это высший орган в мире экспертных оценок. Туринская площадница, там и так далее, там зубы Гитлера, ну и так далее, и так далее. Вот если мир знает, что насчет, например, каких-нибудь там рукописей Мертвого моря, Институт криминалистики КГБ, там от ФСБ сейчас называется, дал вот такое заключение, вот это истина в последней инстанции. Но меня очень радует, что прошли годы, страсти немножко улеглись. Мы прекрасно понимаем, что и в уфологии, и в аномалистике много мусора и было, а может быть сейчас еще больше старого. Есть люди, которые в Советском Союзе профессионально занимались изучением, расследованием таких инцидентов, которые, я не преувеличиваю, в ряде случаев имели государственное значение, даже межгосударственное значение. Есть человек, который относится к таким инцидентам, которые это проделали, и не важно, какой знак, грубо говоря, на выходе, вот там есть тарелки, нет тарелок, я не про это. Есть люди, которые с обоих сторон, по обе стороны баррикады, что называется, вот этим занимаются. Большое спасибо за право выступить перед вами. Александр Евгеньевич Мина так представил интригующе, наговорил много детских слов. Но поскольку я, ну уж пришел, значит, надо что-то рассказывать, и то, что я привык рассказывать, оно всегда, насколько это возможно говорить, человек в объективе. Поэтому начнем сначала. Кто я? С 27 лет я оказался в органах госбезопасности и прослужил 33 года, треть века. Волью случая оказалось так, что я оказался в подразделении, которое было только создано Юрием Владимировичем Андроповым, совершенно секретное, которым было поручено заниматься детекцией лужи. Теперь все знают, что такое детектор лужи. Полиграф. Теперь проверяют на полиграфе колонии Копаде. Некоторые умники, даже для того, что проверяют котов на полиграфе, но это уже другая история из области юмора, но это факт. И в связи с тем, что было создано такое подразделение, был начальник этого подразделения, значит, Юрий Константинович Шазаров, который к тому моменту, к 75-му году, уже отметился как исследователь, который занимался изучением всяких явлений, которые не вписывались в текущее понимание текущего естествознания. И поскольку он возглавил это подразделение, эта тематика последовала за ним, и волею случая, оказавшись одним из первых сотрудников, первых двух сотрудников в лаборатории, я оказался на всю жизнь связанным не только с детекцией лужи, которой занимаюсь до сих пор, но и с парапсихологией. Это была первая тематика, с которой столкнулись, с которой мне довелось заниматься. И уже летом 75-го года я отправился в первую командировку разбираться с явлением биополя, которое было открыто и описано Виктором Михайловичем Манюшиным в Алматинском госуниверситете. Поэтому опыт я определенный имею в этой области знакомства. И специфика пребывания под погонами в органах госбезопасности, она воспитала у нас определенную требовательность к тому, что мы делаем. Поэтому было железное правило. Есть какая-то проблема, в ней нужно разобраться. Объективно. И если это поручено, должно быть исследовано, и каждый твой шаг должен быть показан и доказан. Вот Александр Евгеньевич предложил вот такую тематику. Я расскажу об одном единственном случае, который был за долгие годы расследован, исследован, изучен в нашей лаборатории. И в вольный случай я оказался наиболее втянутым из сотрудников именно вот в эту историю. Поэтому на нашем лексиконе, когда мы еще были молоды, и еще все были живы, будь это преследующий с вами. У нас это называлось «Операция Шара». Потом о нем было разрешено кое-что написать в газетах. Сейчас я вам просто хочу рассказать и показать, как проводилась работа, чем она была вызвана и чем она завершилась. В 1980 году в военно-промышленной комиссии при Совете Министров СССР была получена информация о том, что нечто неизвестное появилось в Москве, было подвергнуто исследованию. Это нечто имело форму шара. И те исследователи, которым он достался на изучение, высказали предположение, что это вот изделие является контейнером с антивеществом, на базе которого какое-то инопланетное транспортное средство посетило Землю в доисторические времена около 10 миллионов лет назад. Примерно так. Это все были разговоры. Руководство было вызвано, руководство нашего управления было вызвано в эту промышленную комиссию, получило задачу и сказали, что вот через несколько дней вам дадут этот отчет, изучайте, разберитесь. Конечно, версия была очень интересная такая, интригующая, но почему этим занимались органы госбезопасности? Было произнесено, что этот шар представляет контейнер с антивеществом, и те, кто исследовали этот шар, сказали, что если, не дай бог, с ним что-то произойдет, то будет воронка в районе Садового кольца. В Москве ничего не останется. Тут уже понятно, что функции госбезопасности должны быть включены в полную мощь. Будьте любезны, следующий слайд. Появляется вот такой вот отчет. Я хочу объяснить, почему я не сел в президиум. Потому что оттуда читать намного удобнее, чем отсюда. Мне уже жаль на вас смотреть. У вас скоро уже шеи болят. Я просто... А вот оттуда, оттуда намного удобнее, оттуда удобнее фотографировать, почему я сюда не пришел. Я был на прошлой встрече, и понял, сидеть надо там, с народом быть надо. Итак, в 80-м году появляется вот такой вот отчет. Будьте любезны, следующий слайд. Ну, мелкий шрифт трудно читать. Следующий слайд. Вот крупным я выделил последние абзацы, с тем, что вы могли увидеть, что были сотрудники, которые изучали вот этот вот объект, и вот с чего они начали. В 75-м году на Западной Украине, на глубине около 8 метров, в цельном пласте Глины обнаружен шар. Первый нонсенс. Как он мог туда попасть? Исследователи получили это изделие на неделю, потом у них отобрали, они только начали проводить измерения, сделали огромный, я просто был восхищен, не меня, все мы были восхищены, тем старанием, энтузиазмом, то, что можно было сделать за неделю, было сделано. Потом этот шар у них отобрали, поскольку тот человек, который его предоставил, настоятельно потребовал вернуть. И шар исчез. Остался один отчет. Будьте любезны, следующий слайд. Вот здесь вот, после изучения, пункт пятый, выдвинутый, проанализировано 12 версий искусственного и естественного происхождения, земного и земного происхождения шара. Наиболее вероятной была признана версия, что шар – хранилище запаса энергии. Гипотеза о наличии, пункт седьмой, собственно говоря, и создал головную боль. Пункт седьмой определили, там антивещество, антиматерия, поэтому мы подключаемся правильно, госбезопасность должна с этим делом разбираться. Дальше идут различные рассуждения, и, наконец, пункт десятый, который я сейчас перед вами и выполняю. Результат исследования шара в части доказательства инопланетного происходения рекомендуется довести до сведения научной общественности. Ну, прошло всего каких-то 37 лет, и я сейчас довожу до вас результаты этого исследования. На что хочу обратить внимание? Люди, которые занимаются подобного рода исследованиями, а мне приходилось сталкиваться в течение десятилетий с очень многими увлеченными исследователями разных аномальных явлений, и я к этому уже привык, и все мы привыкли, кто работал по этой тематике, а работала очень небольшая группа. Хочу сразу разочаровать, что в ПГБ никогда не существовало никакой сверхсекретной лаборатории, которая занималась парапсихологическими исследованиями, разработкой каких-то оружий и прочего, прочего, прочего. Когда об этом мы читали в прессе, мы в лаборатории основного направления деятельности, которой была разработка методов детекции лжи, веселились, смотрели, как нас представляют, что мы крупно, у нас там целый отдел, толпа народу, масса оборудования. На самом деле, это была небольшая группа офицеров, которым в качестве, извините, общественной нагрузки отрывали от основной работы, и надо было еще заниматься этим. Это вызывало, как вы понимаете, когда вас отбирают одного, заставляют срочно заниматься другим. Плюс, каждая работа находится на контроле у высшего руководства. И то, что вы напишете, вы должны под этим подписаться. Анонимности тут не существует. Каждый несет персональную ответственность за все, что он сделал. Все прозрачно. Поэтому, почему я задержался на последнем абзаце, то, что здесь сразу было очевидно в части доказательства его инопланетного происхождения. Не в части изучения возможностей, а надо доказывать, что именно этот объект инопланетного происхождения. Все, вопрос решен. Отчет изучен, получим. Где найти этот шарм? Москва огромная. Подключается. Будьте любезны, следующий слайд. Это вот крупным планом. То, что вы сейчас забыли. Ну, то, что вы мечтали, да? Следующий. Вот последний, десятый пункт, о котором я сейчас говорил. Так, надо быть внимательнее, не отвлекаться, чтобы вам было удобнее смотреть. Итак, 20 февраля 1981 года, все точно, это документ, я потом скажу, почему все это перед вашими глазами сейчас находится, шар был получен. Как вы видите, были подключены сотрудники центрального аппарата и московского управления КГБ СССР, которые провели работу, нашли, у кого находится шар. Вообще, КГБ всегда все находило, когда требовалось. И срока давности не существовало. Если надо было, находили всегда и все. Тем более, задача была поставлена очень четко. Шар надо было изъять к началу 26-го съезда партии. 20-го числа изъяли. Съезд начинается 23-го февраля. Успели, добыли. 20-е число, но вы не помните, я четко помню. Пятница. Конец рабочего дня, раздается звонок из московского управления. Юр, приезжай, забирай, я нашел тебе твою штуку. Приезжаем. Приезжаю сам, забираю. Что забираю? Прихожу в кабинет к сотруднику коллеги, с которым познакомились после этой истории. Очень хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. На столе сидит довольный опер, который раздобыл, наконец, выполнил задание. Совесть его сейчас стала свою задачу выполнять. Теперь делаете вы. У вас еще целых два дня до открытия света. И лежит вот этот вот коробок. Кожаная, из германтийной сумочки. Вот такого варианта. Я беру, естественно, интересно, не тяжелое, не лидкое. Так, ну, нормально. Поднимаю, переворачиваю. Не трогай. Переворачивать категорически запрещено. Создатели сделали так, что там стоит устройство самоуничтожения. И предупредили не переворачивать. Взорвется. Ну, взорвется. Ладно, поставили, все забрали. И на следующий день, 21 субботу, собирается группа, начальник, заместитель начальника нашей лаборатории. Те, кто, кого было проще на принципе. Ну, и я в том числе. Вытаскиваем из коробка вот эту вот машину. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так вот она выглядит. Следующий слайд. В профиль. Ну, естественно, надо свинчивать винты. Следующий слайд. Открываем внутри что-то круглое. Дальше, пожалуйста. Разворачиваем с другой стороной. Снимается тут тоже очередная обшивка. Внутри что-то круглое. Все. Значит, действительно, там есть какой-то шар. Следующий слайд, пожалуйста. Раскручиваем. Вот это нечто круглое мы вытащили. Ну, когда мы раскрыли, вынули шар, раздался хохот. Потому что действительно внизу стояла красная кнопка. Кнопка на самоуничтожение. Когда в скрышар вынули, оказалось, что это просто красная коробка была привинчена ржавой гайкой. Она носила сугубо бутафорский характер для отпугивания публики. Ничего там, естественно, никакие проводки туда не присоединялись. Забытые уже нами плоские батарейки лежали в баночке из-под грузинского чая. Разобрали все. Посмотрели массу проводов. Следующий слайд, пожалуйста. Вытащили, размотали обмазанной лентой изоляционной эпоксидной смолой некое образование шар. Полностью совпадающий с тем, что описано. В последующем я эту историю читал в изложении лихих деятелей литературы, которые специализируются на всех этих историях. Они написали, что этот шар был подменен. Шар был не такой. А шар изъяли в то время был такой известный в Москве парапсихологический деятель Александр Александрович Деев. Вот у него этот шар изъяли. А привез, ему передал тоже человек, увлеченный парапсихологией, Борис Николаевич Игнатенко. КГБ все восстанавливало, все было прослежено. Достали шар. Действительно, как он написан, так он и есть. Он темный. И здесь вот остались такие бурые налеты. Пошла коррозия материала, который сторон был сделан. Потом будет показано, он был сделан из стекла. А парапсихологами он используется для того, чтобы заряжаться энергией космоса. Они его брали, терли в руках, заряжались энергией космоса. собственно говоря. А когда достался этот шар Деев, он его обустроил, встроил в прибор и от этого прибора стал заряжать все остальные приборы. Это был как бы базовый прибор для зарядки других приборов, работающих на вот этом космическом неизвестном землечении. Так, что там дальше? Какой слайд? Что показали исследования? Шар изъяли, надо срочно все делать. Были проведены замеры, все это в быстром-быстром-быстром темпе. Стали проверять. Первый вопрос, а тот ли это шар? Сделали точные замеры, то, что сделали Минников поминка в своем исследовании, все совпадает. Именно тот. Подмены нету. Когда стали измерять теплоемкость шара, в шар попала вода. Опустили, в стакан вынули стакан, и вдруг из него стала течь вода. Значит, есть микротрещины, значит, никакого антивещества там в помине нету. Все, можно практически ставить жирную точку на этом вопросе. Все было сделано с большой быстротой. К началу съезда все уже готово. Проблема снята, государство в безопасности, никаких эксцессов быть не может, все в порядке. Но поскольку все мы делали быстро, оперативные службы с данным шар забыли сообщить, а ведь что, один сотрудник искал, масса подразделений работала, тем забыли сказать, понедельник, выходные дни перед этим. В понедельник начинается съезд, выступает Леонид Ильич Брежнев, и ему стало плохо. Если старшее поколение помнит этот день, когда я читал отчет и деклад Кирилла диктор. Такишар подействовал, генсеку стало плохо, и КГБ начало быстренько выхватывать парапсихологов искать, кто подействовал на главу государства. Ну, это я вам так рассказываю, это вы нигде не прочтете. Внутри впервые рассказываю для широкой публики. Ну, тут можно людям доверять, дальше он никуда не пойдет, я надеюсь. Итак, с антивеществом закончили. Можно практически было поставить в эту историю точку. Угрозы нету, все решено. Следующий слайд, пожалуйста. публики. Ну, когда его этот шар отнесли, надо же из чего он сделан, вскрыть, посмотреть, а там одна особенность была. Когда стали рассматривать шар, было совершенно отчетливо видно, что на шаре есть крышка, и крышка это приварено. вопрос, зачем закрыли это нечто крышкой, причем закрыли герметично и заварили. А что там внутри? Ну, ладно, вода вытекла, а что там осталось? Значит, стали распиливать, шарик лопнул. Сделали анализ материалов. Так, что там у нас дальше пойдет? Следующий слайд. Ага, давайте немножко забежали. Сделали анализ материала, оказывается, это стекло. Но стекло странное. Оно напоминает промышленное стекло. Зеленое выражаем бытовым языком. Но в нем практически нету натрия и раз в 20 больше стронции. Как такое возможно? Такие стекла не изготавливаются на земле. Откуда оно взялось? Среди всех этих версий написали справку, естественно, отвезли в ВПК. Посмотрели, ну то, что вы молодцы, изъяли, успели до начала съезда, все хорошо, это вы молодцы. Ну ладно, а что это такое? Что вы нашли? Откуда это взялось на глубине огромной 10 миллионов лет назад? Следующий слайд, пожалуйста. вот отсюда и появились вот эти вот вопросы. Почему я и докладываю сейчас перед вами? Потому что вызывает замначальника управления генерал и говорит, Ира, вот поручение из ВПК надо узнать, что это такое. Ты можешь выписать командировку в любую часть земного шара на любое количество дней, но ты должен добыть материал с тем, чтобы снять вопросы, чтобы ВПК больше не спрашивало, что это такое. Ну я написал только три вопроса, которые здесь вот видны. Первый вопрос, второй, и откуда он взялся? Значит, проанализировал отчет Менькова и Фоменко, в общем, отчет был сделан хорошо, они проанализировали все самые невозможные варианты, вплоть до того, что шар это элемент жизни инопланетного разума, который работает на кремне органической основе. То есть, такие завиральные были гипотезы, все были отвергнуты, в том числе, и была отвергнута гипотеза, что это шар, которыми во время войны, когда была плохая ситуация с вооружениями, шары заправляли горючей смесью на базе белого фосфора, и такими шарами стреляли по танкам. Шар лопался, белый фосфор воспламенялся, загасить было невозможно, но в условиях боя тем более. И, собственно, вот этими примитивными средствами устройства, брали просто кусок трубы, пыш, как охотничьи, шар закатили, подошли, он выплюнулся, пролетел там 50 метров, 70, попал в танк, если попал, все, танк загорался гарантированно. Такую версию следует, среди прочих, была еще версия, касавшаяся то, что это устройство для, это элемент быта украинских крестьян. Ну, поскольку проанализировав все, я избрал именно эту версию, а ехать я мог куда угодно и насколько угодно, то я решил начать именно с этого. Следующий слайд, пожалуйста. Вот этот шар я привожу во Львов, в институт этнографии западноукраинского отделения Украинской Академии наук, прихожу туда и вызывают мне специалиста, благо у КГБ была возможность, вызывали всех и все работали очень четко. Встречаюсь с этой милой дамой, она смотрит и в первом минуте, ну, так это украинский гава, а что это такое? А это такие шары, расскажут, их нагревали, кипятили в воде, они набирали большую температуру, а потом закатывали в рукава и катали вот так вот. Ни один утюг не разгладит украинскую вышиванку без складок, а шар выглаживал идеально. Ну, а поскольку шар, важен шар, поэтому, если находили старые пушечные ядра из извести, их кипятили, а в сельских гутах, гутах, этих самых, стекольных мастерских, делали из стекла вот эти шары как раз для домохозяек, которые занимались гулашкой, одеждой, парадной, придавая. Будьте любезны, следующий шар. Дама мне написала на бланке, дома села на разбитой машинке с протертой этой самой лентой. Будьте любезны, дальше. Кандидат искусствоведения Фаина Сергеевна Петрякова подготовила мне вот такой вот документ, и я был вооружен. Мнение специалиста этот шар идентифицирован. Понятно, с чем мы имеем дела. Вопрос, а почему мало натрия и так много стронц? Она говорит, ну это же понятно ей. Это же понятно. Что такое гута? Это маленькая стеклодельная такая фабричка, не назовешь. в общем фабричка, мастерская, которая делает поделки для местных жителей. Бутылки, стаканы, туда зашипается шифта, варится, зашипает, варится, и выбирается доброкачественное стекло. А осадок все накапливается, накапливается, он остается, с ним надо хоть что-то сделать. Вот тогда берут подмастерье, он берет, захватывает, как там и написано, трубкой захватывает этот вар, делает шар, почему подмастерье, потому что стаканы, бутылка, это делает мастер. А что такое шар обкатать? Вот он и обкатал. Ну, он откатал, а дальше что? Надо его снять, сорвать и заделать дырку. Вот так появляется крышка, которая запаивается намертво. Вот таким образом делается шар. Все, она мне рассказала. прекрасно. Вопрос закрыт. Но это мнение искусствоведа. Она что, дула эти шары когда-нибудь? Да никогда. Значит, во львовском стекольном заводе находим старого-старого стеклодува, пенсионера, который, с которым я встретился, и он мне рассказал и повторил все один в один. То есть, тот, который этим занимался. Полностью все совпало. А почему крышка? А почему так? О, для того, чтобы не было. Видите, как он тут делал неряшиво? Образовалась борозда. Ну, видно, делал, что самые неумелые руки делали. А для того, чтобы не было, надо, чтобы вот эта доска, которая шлифуется, она была из тополя. Если вы возьмете из осины, из другого дерева, не будет гладкой поверхности. А вот тут неряшиво сделано. Вот видите, вот она и осталась. Хорошо. Технология ясна. Следующий слайд. Ну, это мне ясно. В Москве должно быть ясно. Обращаемся. Начальник Львовского управления обращается в Академию наук. Выдайте два экземпляра из ваших запасников. Надо показать, какие они на самом деле. Не расколоты, не выдраны, не из них одеты. А музейные. Будьте любезны. Следующий слайд. Мне выдают два экземпляра. Вот инвентарный номер. Вот тут все красиво сделано, показано. Этот битый пострадал, а этот вообще только вот из-под станка вышел. Чистенький, аккуратненький. Два шара есть. Все. Теперь можно разобраться с этим вопросом. Изделие мы установили. Теперь вопрос второй. А что нам делать с десятью миллионами лет? Значит, тогда, после этого подняли базу, где родился Игнатенко. А оказывается, он взял у своего отца, который был, командировка в Чернигов. Следующий слайд. Это вот крупным планом. Если вы увидите на просвет вот этот музейный галла, оно, видите, вот остается обязательно вот эта вот пустота внутри. Здесь он с закатом более или менее ничем, так что этот экземпляр целый. Следующий слайд. Все это было подготовлено, сделано, показано. Сейчас до этого еще дойдем. Немножко рано. Едем в Черниговскую область, в деревню Березовка, Кололаевский район нахожу, встречаясь с удивительным человеком, сельский учитель, который всю жизнь проработал в школе. Ему же за 70, он не может оставить детей, он не может оставить школьников. Он организовал музей в школе, собрал все, что можно с округи исторического с тем, чтобы детям привить любовь к родине. У него даже был первый номер Ленинской искры, чем меня добил навсегда. Музейный экземпляр Ленинской искры, первый номер в школе, у него, видите ли, в музее висит на видном месте. И когда я с ним поговорил, он рассказал, что один из его старательных малышей, которые он принес, отец работал бульдозеристом, ровняли дорогу, скаты, ножом из земли что-то было выкаранто. Отец увидел, посмотрел, что-то странное круглой формы, а где нашли? А нашли вот там, вот я говорю, ну это за селом, вот это сейчас за селом, а вы знаете, что населенные пункты живут и движутся. 200 лет наше село стоило вот на той горе, за 200 лет оно съехало вот сюда, а шлях этот, наездной, тут торговля ушла большая, ну наверное кто-то вез что-то, чего-то скатилось с дороги, упало в траву, забылось и заросло, то есть 10 метров никаких, то есть 10 миллионов лет не было и 8 метров глины в карьере тоже не было, и карьера не было. Таким образом вопрос был этот снят и решен, все это было описано и в 15-й отдел этот документ был направлен со всеми вот этими сопровождителями. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это вот с пранка, все-все-все, я закончил. Справка, извините, следующее, это все мы расписали, покажем дальше. А почему стронцей-то много? А? А почему стронцей-то много? А, сейчас объясню, извините. Когда стекло варится, натрий, легкий элемент, он выгорает первым, а стронцей тяжелый, и он накапливается, и чем дольше не проводится чистка печи, печь надо чистить регулярно, иначе у вас не получится сортного стекла для того, чтобы вытягивать стаканы, посуду, и так далее. Дом будет очень четко выдержана шехта с тем, ну, вы видите, да, прошло 40 лет, я еще помню эту технологию, потому что каждый раз приходилось погружаться во все эти нюансы достаточно глубоко, надолго, и не все еще склероз выветрил. Да, но мы хорошо, перед ВПК мы отчитались, а опер сотрудник должен отчитаться перед Сан Сан Чемгеевым. Ему мягко давали понять, вы знаете, вот то, что вы изделие, которое у вас было, оно не обладает, ну, что вы, верните мне мой прибор, его надо вернуть, значит, надо поставить шаг в гусь-хрустальном из дорогого кобальтового хрусталя отлили шары, положили на место, запаковали, вернули. Сан Сан Чемгеев взял рамку, проверил, работает. Отлично, все нормально, работа выполнена, Деев доволен. Следующий слайд, пожалуйста. Проходит несколько лет, Сан Сан Чемгеев разработал новое изделие, нам дали посмотреть, открываем знакомый шар. Мы аккуратненько вскрыли, дарылись до той обмотки, а он, значит, когда перемещал, он не снимал обмотку. Мы опознали ту обмотку, которую замотали у нас в лаборатории, и все нормально. Этот продукт известен, базовый прибор, от которого заряжаются все остальные. Следующий слайд. Вот такие вот, красивейшая работа, тонкая, инженерная работа, надувательства в чистом виде. Дальше. Дальше создается целый комплекс изделий предыдущих киндей. Вот это вот интересная штука. Сюда вы вставляете слайд, энергия подается от побратима, и в результате вы можете передавать информацию о конкретном человеке в любую точку земного шара, на любое расстояние, и добиваться того эффекта, который вам нужен. Дальше, пожалуйста. Ну, тут все, что угодно может быть использовано. Дальше. В 94-м году, когда начался парапсихологический бум, ФСБ разрешило мне эту историю в неком, несколько сокращенном виде, писать вот в этой газете. Известие. Опять же, назывался не так, статья, но журналистам нужна клубничка, таинственный шарф. Дальше, следующий. В подвалах клубянки. А то больше нечего, как шар тащить в подвалы. Болтовня, грубость, ну... Я почему бы и начал свою рассказывать. Читая о себе, мы очень много веселились. Вот, собственно говоря, конец этой истории. Можно было бы поставить точку, если бы еще не одну. В девяностом году поступает сигнал, в Москве появился шар. Еще один. Ну, понятно, у меня уже все, понятно, кто едет. Холодный едет, он спец по шарам, давай туда. Приезжаю в одном из одной из лабораторий в подвальном помещении. Говорят, вот, были в Карелии, привезли шар, только он воняет. Его положили в ведро, на ума хватило, молодцы, на песок, замотали изоляцией, и когда мы столько стали открывать, вонь пошла. Я говорю, так, все, прекратили, быстро все наверх. А что такое? Ведро бегом наверх. Хватает они ведро, выскакивает наверх, благо детская площадка во дворе в коммунальном. Поставив песочницу, только открыли пленку, столб огня. нарвались, нашли в Карелии вот эти шары, которыми стреляли по танкам. Были какие-то микротрещины, почему он стал вонять. Так что, стараниями Фоменко, я думаю, что если бы мы открыли там внутри, я бы вам на сегодня доклад бы здесь не делал. И сколько трупов, потому что дальше идет горение белого фосфора, дикий удушливый газ, который сразу прорезует дыхание человека. Так что, вот после этого доклад окончен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые коллеги, ну вы согласны, по-моему, со мной. Да, все это выглядит как бы смешно. Это жизнь, это такая вот драма, так сказать, жизненная, которая имеет несколько сторон положительные, отрицательные, все. Но главный вывод такой, что люди в Советском Союзе этим занимались. На высоком уровне, уделяя время, ресурсы, деньги, людей и так далее. Вот что печально, в том смысле, что сейчас этого нет. отрицательные. Более. Продолжение следует...